Доктор Меклин Он немного наклонил ко мне ходощавое свое лицо и сказал Я ухожу далеко, берегите моего сына Пока я слушал, я вдруг увидел дверь на том же месте, где он стоял Доктор Меклин умер в ту же ночь в Клифтоне Не могу определить, в котором часу Мой отец, близкий его друг, был при нем Я не знал, что он был болен серьезнее, чем обыкновенно Здоровье его постоянно было слабое Мы узнали впоследствии, что доктор Меклин скончался в Клифтоне 14 мая 1858 года в 5 часов 3 четверти утра Мисс Билл, начальница женской коллегии в Чельтингаме Сообщает следующий рассказ, полученный ей несколько лет тому назад от миссис Теджи Когда мне было лет 13 или 14, я несколько дней гостила у знакомых, где занимала комнату с подругой, одним годом старше меня Одна же ночь я случайно проснулась и видела человека, одетого в каком-то халате, стоящем перед туалетом спиной к кровати И как будто ощупью ищущем дорогу Я помню, что протерла глаза, чтобы убедиться, что не вижу сна Но когда я через несколько минут подняла глаза, явление исчезло Это меня поразило, я разбудила свою подругу Она, однако, стараясь убедить меня, что это был ее брат, единственный в доме мужчина И что он, вероятно, вошел посмотреть, который сейчас на больших часах, стоявших на моем туалете Которые в нашем доме считались большим авторитетом Я забыл сказать, что месяц ярко освещал комнату Я этому не совсем поверила Но опять уснула и на другое утро за завтраком спросила брата моей подруги Зачем он приходил в нашу комнату в предыдущую ночь? Он сказал, что он, конечно, там не был Нас спросил, что я видела А когда я ему сказала, что он показался таким пораженным и печальным Что я перестала говорить об этом предмете Несколько дней спустя мать его сказала мне, что он видел в своей комнате ту самую личность В ту самую ночь, когда я ее видел И узнал в ней очень близкого друга и товарища по службе Когда же он по причине слабого здоровья оставил морскую службу Этот друг получил отпуск, чтобы провести с ним несколько дней А когда они расстались, сказал Кто из нас первый умрет, явится другому В тот день, когда госпожа Б рассказывала мне про это происшествие Он узнал про смерть своего товарища Она последовала на корабле против испанского берега в ту же самую ночь Когда он и я видели явление Следующий случай занимает промежуточное положение Между нормальными случаями и классом неузнанных призраков В 1861 году мои родители жили в Согосквере И я с братом Альфредом, 24 лет, жили с ними 15 октября мой брат проводил вечер у бывшего товарища по школе У которого он иногда и ночевал, чтобы не возвращаться поздно Когда он приходил позже, чем легли мои родители Он тихо подходил к постели матери, целовал ее, когда она бодрствовала А противно случайно оставлял шляпу свою на столе В знак того, что вернулся 15 октября она легла, не дождавшись всего Но после первого же сна внезапно проснулась И, насколько ей казалось, видела его стоящим у ее кровати, в ногах Она тихо сказала «Я не сплю, мой милый» Но он ушел, не поцеловав ее Это, конечно, ее удивило 16 октября утром за завтраком она мне сказала «Где Альфред?» Я ответил, он не приходил домой вчера вечером Она возразила «О, нет, он приходил и вошел ко мне в комнату уже почти раздетым Но не говорил со мной против своего обыкновения Через час мой брат вошел и мать спросила «Был ли он ночью в ее комнате?» Он уверял ее, что его дома не было Она сказала «Это очень странно, я вполне уверен, что кто-то стоял у моей кровати в ногах, когда я ночью проснулась Около полуночи мы получили письмо, извещающее нас, что наш двоюродный брат, Франк Нескакими годами только старше моего брата В один час ночи умер в Лондоне Мать немедленно восстыкнула Я видела Франка Я мысленно вижу его таким же, как он мне показался ночью И хотя я в то время думала, что вижу Альфреда Но я точно же заметила что-то странное в его наружности И я не могла понять, зачем он зашел ко мне без свертука День смерти 16 октября засвидетельствован в некрологе Таймс Приложение Ведение и попытки к научному констатированию их Камилла Фламариона Неизвестное вчера становится истиной завтра Таково, например, явление умирающего лицу, находящемуся на более или менее далеком расстоянии Позитивисты только пожимают плечами, когда говорят о таких нелепостях Заниматься ими хотя бы одну минуту Значит не только терять время, но и впадать в суеверие от живших веков Невозможно, утверждают они, чтобы один человек явился другому Или чтобы он сообщил ему о своем переходе от жизни к смерти Слово невозможно перестало быть французским Еще во времена Наполеона Оно вычеркнуто из философского лексикона После неожиданных и изумительных открытий современной физики Тот, кто позволит себе в настоящее время После фотографии, пара, телеграфа, телефона, спектрального анализа звезд Внушения и гипнотизма провести границу возможного Отстает по крайней мере на полвека От самого маленького ученика первоначальной школы Некоторые возражают Каким образом объяснить себе явление такого рода? Мы должны допускать только то, что в состоянии уяснить себе Опять-таки заблуждение Можете ли объяснить себе, почему камень падает? Нет, конечно Вам неизвестна сущность тяжести Будьте же в таком случае поскромнее И не осуждайте тех, которые стремятся знать больше вашего Вопрос заключается в том, существует ли видение Если они существуют, то и следует их допустить А объясним мы их потом, если сможем О, они существуют не со вчерашнего дня Или по крайней мере о них не только теперь заговорили В эпоху возникновения христианства Но нечестивые писатели касались не раз того же вопроса И вот, например, очень интересный факт Рассказанный Цесароном в его трактате о божественности Два приятеля приезжают в Мегары И помещаются оба на отдельных квартирах Едва один из них успел заснуть Как перед ними является его спутник И сообщает ему с грустным видом Что его хозяин имеет намерение убить его И умоляет своего друга прийти к нему на помощь Тот просыпается, но убежденный в нелепости Сна снова засыпает Приятель является опять к нему И умоляет его поспешить Так как убийца готова уже войти в его комнату Несколько смущенный Он удивляется упорствуя этого сна И хочет идти к приятелю Но усталость и рассудок берут вверх И он снова ложится Тогда приятель является ему Третий раз бледный, окровавленный И обезображенный Несчастный, сказал он Ты не пришел, когда я просил тебя Все кончено Отомсти же теперь за меня Ты встретишь при восходе солнца у городских ворот Телегу, наполненную навозом Останови меня и прикажи разгрузить Ты найдешь там мой труп Прикажи отдать мне погребальные почести И подвергни преследованию моих убийц Такое сильное упорство и подробности Не допускали колебания Приятель встает, бежит к казначным воротам Встречает там телегу Останавливает смутившегося возница И находит тело своего друга Вот что рассказывает Цесарон Конечно, на вопросительный знак Можно ответить многими гипотезами Можно сказать, например, что Цесарон Передал историю не совсем в том виде, как она случилась Что она дополнена и преувеличена Что друзья, приезжая в незнакомый город Могут бояться несчастного случая Что опасаясь за жизнь приятеля После утомительного пути посреди ночного безмолвия Иной может и увидеть сон Что тот сделался жертвой убийства Что же касается эпизода с телегой То приятелю могла попасть на глаза Какая-нибудь телега на дворе гостиницы А принцип ассоциации людей Приплюло ее к сновидению Да Можно возражать всеми этими Объяснительными гипотезами Но все это только одни гипотезы Допустить, что между мертвецом И живым человеком действительно было общение Были тоже гипотезы Но эта гипотеза, быть может, менее других гадательна Судя по количеству достоверных фактов Которые ныне начинают констатировать научным образом Мы можем представить несколько таких фактов На суд наших читателей Мы начнем со следующего Помещенного вместе со всеми документами Подтверждающими его достоверность В превосходном специальном обозрении Основанном именно по поводу таких феноменов Которые носят название Летописи психических наук Доктора Дориекса Вот этот факт В начале, в первых числах ноября 1869 года Я уехал из своего родного города Перпиньяна В Монтелье Что продолжает начатый мной курс на фармацевта Семья моя состояла в это время из матери и четырех сестер Я оставил их довольными и совершенно здоровыми 22 числа того же месяца Самая младшая и любимая сестра моя Елена Прелестная 18-летняя девушка Пригласила к себе нескольких подруг Около трех часов по полудни Все они отправились в сопровождение матери на прогулку под Тватаны Погода была прекрасная Спустя полчаса сестра почувствовала себя вдруг нездоровой Мама сказала Я чувствую, что у меня по всему телу пробегает какой-то странный озноб Мне холодно и горло сильно болит Вернемся домой Спустя 12 часов моя возлюбленная сестра умерла на руках матери Задушенной злокачественной жабой От которой ее не могли спасти призванные доктора Синья моя, в которой я был единственным мужчиной На котором лежала обязанность представительства на похорнах Посылала мне телеграмму за телеграммой По какой-то роковой случайности, которой я оплакаю до сих пор Ни одна из них не была мне доставлена своевременно Между тем в ночь с 23 на 24 число То есть через 18 часов после смерти бедной девушки Я сделался жертвой страшной галлюцинации Я вернулся к себе около 2 часов ночи Спокойный духом И под влиянием еще счастливых дней 22 и 23 Посвященных увеселительной прогулке Я лег в постель в очень веселом расположении духа Через 5 минут я крепко спал Около 4 часов утра я увидел перед собой бледную, безжизненную сестру И в то же время слух мой был поражен резким, жалобным, повторяющимся криком «Что же ты делаешь, мой Луи? Приезжай же, приезжай!» Продолжая тяжелое сновидение, я сел в экипаж Но несмотря на нечеловеческие усилия Никак не мог заставить его сдвинуться с места Все это время я продолжал видеть перед собой бледный, безжизненный образ сестры И в ушах раздавался тот же резкий, жалобный, повторяющийся крик «Что же ты делаешь, мой Луи? Приезжай же! Приезжай!» Я проснулся вдруг, весь облитый потом, лицо мое горело, голова пылала В горле пересохло, дыхание было короткое и порывистое Я вскочил с постели, стараясь прийти в себя Через час я лег снова, но уже не мог заснуть В 11 часов утра я отправился завтракать под гнетом Непреодолимой тоски На вопросы товарища я рассказал им факт Так, как я его прочувствовал Это вызвало с их стороны насмешки В 2 часа я пошел в университет Надеясь найти успокоение в занятиях Выходя в 4 часа после лекции Я увидел на улице идущую мне навстречу женщину в глубоком трауре В двух шагах от меня она подняла вуаль Я узнал тогда свою старшую сестру Которая, тревоживаясь за меня, приехала Несмотря на свой естественный скорбь Узнать, что случилось со мной Она сообщила мне о несчастье Которого никак нельзя было предвидеть Так как 22-го я получил от моей семьи прекрасные вести Передавая нам этот рассказ Я подтверждаю честь и его справедливость Не высказывая никакого мнения Я ограничиваюсь лишь передачей его Луина Эль, аптекарь в Сетте Рассказ этот сопровождается документами Предназначенными для подтверждения его достоверности Этот случай видения принадлежит, по-видимому, к той же категории Как и видения, рассказанные Сессероном В сентябре месяца 1857 года капитан 6-го драгунского английского полка Г. уехал в свой полк, находившийся в Индии Жена его осталась в Англии и жила в Кембридже В ночь с 14 на 15 ноября 1857 года Она видит под утро во сне своего мужа с бледным и страдальщицким лицом Вслед за этим она проснулась в сильном волнении Открыв глаза, она увидела снова перед собой мужа, стоявшего около ее кровати Он явился ей в мундире и с прижатыми к груди руками Волосы его были растрепаны, лицо очень бледно Его черные глаза смотрели в упор на нее Он казался сильно возбужденным Рот был искривлен гримасой, появлявшейся обыкновенно у него в минуты волнения Она заметила все подробности его одежды Так отчетливо, как никогда не замечала их раньше И вспомнила, что видела у него на груди между пальцами рубашку На которой не было, однако, кровавых пятен Он стоял, нагнувшись всем корпусом вперед Со страдальщицким видом и как бы усилился заговорить Но не издал ни одного звука Видение длилось минуту и потом исчезло Первой мыслью ее было удостовериться Действительно ли она проснулась Она потерла себе глаза простыни и почувствовала, что осязает ее На кровати с ней спал ее маленький племянник Она нагнулась к спавшему ребенку и стала прислушиваться к его дыханию Расслушав его шум, она окончательно убедилась, что виденное ей не было сном Нечего ей говорить, что она не могла больше заснуть в эту ночь На следующее утро она рассказала все это матери и высказала уверенность, что капитан В. убит или смертельно ранен, несмотря на отсутствие кровавых пятен на одежде Которую она успела рассмотреть Реальность этого видения произвела на нее такое сильное впечатление, что с этой минуты она начала отказываться от всех приглашений Одна приятельница уговаривала ее спустя несколько времени ехать в концерт Напоминая ей, что она получила от мужа из Мальты очень нарядную накидку, которую не надевала еще ни разу Но она решительно отказалась, говоря, что не зная, не овдовела ли она, она не будет никуда выезжать до тех пор, пока не получит от мужа письмо, написанное им после 14 ноября Телеграмма, известившая о плачевной участи капитана, получилась в Лондоне в декабре Она извещала, что капитан был убит под Лукновым 15 ноября Известие это сообщенное одной из лондонских газет обратило на себя внимание адвоката, заведовавшего делами капитана В. Когда ему случилось встретиться спустя несколько времени со вдовой, она сказала ему, что была вполне подготовлена к этому грустному известию Но что она убеждена, что муж ее был убит не 15 ноября, потому что он явился ей вновь с 14 на 15 того же месяца Еще другой случай удостоверенный полковником Виктому и рассказанный его женой в следующем выражении Один из моих друзей, офицер Гелленского полка, был тяжело ранен в коленах в сражении при Тель-Эль-Кебере Мы были подруги с его матери, и когда госпитальный корабль Карфаген доставил его на Мальту Она послала меня на него, чтобы повидаться с ее сыном и сделать нужное распоряжение доставки его на сушу Когда я приехал на корабль, мне объявили, что он один из самых опасных больных И ранен так тяжело, что находит невозможен перенести его в военный госпиталь И что он оставлен вместе с другим офицером на судне После многих упорных настояний мы с его матерью добились разрешения посещать его и ходить за ним Бедный друг был так плох, что доктора не решались на операции, боясь, что он умрет под ножом И не прибегали к ампутации, которая была единственной надеждой на спасение его жизни Нога покрывалась гангреной, но так как некоторые части ее не были затронуты И болезнь затягивалась, в то время как он чувствовал себя то лучше, то хуже То доктора начали надеяться, что он может поправиться до известной степени Хотя должен остаться на всю жизнь хромым и умрет, по всей вероятности, от истощения Так как никакой быстрой перемены в его состоянии не предвиделось Мать его увезла меня 4 января 1886 года к себе, чтобы дать мне проспать спокойно ночь Потому что я была нездорова и недостаточно сильна для того, чтобы выносить такую усталость Он спал уже несколько часов, и доктор сказал, что под влиянием морфина он проспит, вероятно, до следующего утра Я согласился уехать, предполагая вернуться с рассветом, чтобы он, проснувшись, нашел меня около своей кровати Около 3 часов утра мой старший сын, спавший в моей комнате, разбудил меня криком Смотри, смотри, мама, господин Б Я поспешно вскочил, а это было совершенно справедливо Фигура его колебалась в комнате на воздухе на расстоянии полуфута от пола И, улыбаясь, мне исчезла в окне Но странно, что больная нога, большой палец, который был уничтожен гангреной Были во время этого видения совершенно в таком же виде, как и другая нога И я и сын мой, мы оба заметили это Спустя полчаса пришли сказать, что умер в 3 часа Тогда я посылал к его матери, которая подтвердила это известие Она рассказала мне, что он был перед смертью в полубессознательном состоянии Вот наблюдающиеся факты Мы могли бы легко увеличить их число, но для этого пришлось бы раздвинуть рамки этого этюда И, кроме того, сотни наблюдений, подобных предыдущим Не прибавили бы ничего или почти ничего Вопрос заключается в том Следует ли допускать факты такого рода? Ну а каким образом не допускать их? Усомниться в добросовестности и правдивости рассказчиков Мы не имеем на это права, взяв во внимание их полную безупречности справки Находившиеся по этому поводу и подтвердившие все их рассказы Считать все эти случайными совпадениями и приписывать все случаи было бы слишком легкомысленно и неудовлетворительно Слишком много этих фактов Бывают, правда, удивительные случайности, но приписывать все им не значит решить вопрос Нам кажется, что гораздо разумнее и научнее попытаться дать себе отчет в этих феноменах А не отрицать их без всякого исследования Объяснить их гораздо труднее Как мы говорили в начале, чувства наши несовершенны и обманчивы И, быть может, они не откроют нам никогда действительности А в этой сфере еще меньше, чем в других Все, что мы можем думать до сих пор при сравнении различных фактов этого порядка Так это то, что умирающий или умерший не переносится, вероятно, к наблюдающему Мы говорим, само собой разумеется, не о теле, а о душе О духе, о психическом начале Но что существует действие одного духа на другой, на расстоянии Можно допустить, что каждая наша мысль сопровождается атомическим мозговым движением Что, впрочем, и допускается физиологами Наша психическая сила порождает воздушные движения Которые, как и все воздушные движения Передаются далеко и становятся чувствительным, гармонирующим нашему духу Переход психического действия в воздушные движения и обратно аналогичен Быть может тому, что наблюдается в телефоне Где тоже действия между собой воспринимающие и отражающие пластинки дают звуковое движение Действия одного духа на другой проявляются различными способами Иногда появлением всего существа, иногда звуками знакомого голоса Или необычным шумом, кажущимся передвиганием мебели и другими странными явлениями Дух действует на другой дух точно так же, как внушение на расстоянии Действия одного духа на другой на расстоянии Особенно в таких серьезных случаях, как смерть И тем более смерть внезапная Не более удивительны, чем действия магнита на железо Притяжение Луны к Земле Передача электричеством человеческого голоса Открытие химического состава звезды посредством анализа ее света И всех чудес современной науки Оно только более возвышенного порядка И может нас навести на путь познания психики человеческого существа Объяснение для появления умирающего будет без сомнения иное, чем для явления умершего Но мы ничего не знаем об этом Не станем же отрицать Будем наблюдать, анализировать и исследовать Никто не будет отрицать, что мы интересуемся больше всего во всем мире мироздании Признаемся в этом Сами собой Познай самого себя, сказал Сократ В течение нескольких тысячелетий мы научились множеству вещей Кроме той, которая больше всего нас интересует Мне кажется, что в настоящее время человеческий ум клонится к исполнению Сократовского правила И к изучению самого себя Скажем от себя при этом случае следующее Без допущения разумной, свободной и бессмертной души, как духовной сущности Правящей телом и переживающей по смерти свое тело Подобные факты необъяснимы никакими гипотезами Это нужно сказать и о довольно неудачной, грубой, реального характера гипотезе фламариона Приводим же ее здесь за неимением лучшей Григорий Дещенко Глава четвертая Способность души к бессознательной разумной деятельности Бессознательная разумная деятельность души Приходилось ли вам, читатель, задумываться над тем, в какой мере участвует сознание в нашей повседневной деятельности Большинству этот вопрос, конечно, никогда не приходил в голову А между тем решение его приводит ко многим любопытным, если не поучительным заключениям Оказывается, что значительная доля нашей деятельности Не только физической, но и интеллектуальной Как, например, на артистическом, поэтическом и даже на лучшем поприщах Происходит совершенно автоматически, то есть без участия сознания У Карпентера приведены многочисленные примеры такого рода бессознательной мозговой работы Но из них мы позволим себе привести здесь только один Игро на фортепиано, говорит этот ученый, представляет самое замечательное проявление бессознательной мозговой работы Мы должны одновременно разбирать две отдельные строки иероглифов Правая рука следит за одной строкой, левая за другой Все десять пальцев работают с такой скоростью, на какую они только способны Ум переносит на клавиши десятки А диезов, Б бемоли и С бекаров Четверные, восьмые, тридцать вторые, паузы и все другие музыкальные тайны Ноги тоже не остаются в бездействии, они работают педалями И во все это время исполнитель или исполнительство, сознательная исполнительница Находится на седьмом небе артистического восторга от результата всего этого страшного труда Или может быть всецело заняты приятным разговором с господином Переворачивающим ноты и вполне основательно уверенным, что она отдает ему всю свою душу Говоря об автоматических актах, которых только тема отличается от обыкновенных действий Что в момент исполнения акта субъект ничего об этом не знает Десуор приводит один пример, в котором во время интересного рассказа Навестившего его приятеля, он занимался туалетом Потом, положив ключ в карман, оделся и вышел из дома Но на улице у него внезапно возникает мысль, что ключ остался дома Он поспешно возвращается и ищет и наконец убеждается, что ключ в кармане Когда он объяснил свою отлучку домой, ожидавшему его на улице приятелю, то тот заметил Нужно бы было сказать мне об этом раньше, ведь я видел, как ты вынул связку ключей из ящика А отделил один ключ и спрятал в карман Таких примеров каждый из нас знает сотни и тысячи, так как они повторяются на каждом шагу Все они доказывают, что при совершении даже весьма сложных действий вовсе не обязательно участие сознания Как часто, читая какую-нибудь книгу, безразличный слух или про себя Мы думаем совершенно о другом и не имеем решительно никакого понятия о прочитанных страницах Делая корректуру, рисуя и составляя тона красок, мы ведем одновременно всецело поглощающие наше внимание Несомненно, что все подобного рода действия, требующие до известной степени напряжения ума Не могут совершаться без участия нашего «я», которое, однако, уже занято другого рода работой Это еще более очевидно, когда мы вспомним всем известную способность Наполеона, Цезаря и других Которые могли одновременно диктовать нескольким лицам целые письма Сложные и остроумные диспозиции, решавшие судьбу сражений и тому подобное Еще более поразительный пример одновременной интеллектуальной работы в двух различных направлениях Представляет собой из членов лондонского общественного психа Исследование Беркорд Который во время самого оживленного разговора, нисколько не ошибаясь И не переживая последнего, может делать сложение огромных колонн цифр Прибавим от себя следующий пример сложной духовной деятельности Всякий интересующийся с астрономией, следивший в трубу за движением какой-нибудь звезды Знает, как это делается Наблюдатель одновременно следит за прохождением очень быстрым Звезды мимо паутинных нитей, натянутых перед объективом зрения Слушают и считают удары хронометра, слух Моментально вычисляют в уме и записывают время прохождения звезды через каждую нить объектива Причем точность у более опытных наблюдателей простирается до сотых долей секунды умственной деятельности Для успеха подобного рода опытов, кроме соображения, необходима еще и память То есть, другими словами, участие нашего «Я» здесь безусловно необходимо Но ведь не может же оно, так сказать, находиться в двух местах одновременно Стало быть, приходится допустить, что наша душа способна к бессознательной разумной деятельности У нас, говоря не точно, как бы два сознания А одно из них, при обыкновенных условиях заведующее более сложными духовными процессами Десар называет надсознанием Другое управляющее простейшими процессами подсознанием Но если подобного рода деления нашей личности на основании наблюдений, взятых из повседневной жизни Способны еще возбуждать большие сомнения То при анализе патологических состояний нашего духа Эти сомнения понемногу уступают место уверенности в теоретической возможности сложного характера личности Бывает, например, в случае доктора Азама Что субъект, находившийся под влиянием подсознательной личности Знает все, что совершалось в нормальный период Между тем, как в обыкновенном состоянии он не имеет решительно никакого понятия о происходившем во время господства его второго я Филида в нормальном состоянии или по терминологии Азама Мало того, что ни хило не знает из совершающегося в кондицион секонд Как Азам называет состояние естественного сомнамбулизма В который по временам впадала его пациентка Но даже самый характер последний во время обоих периодов резко различался Тем не менее, как мы уже сказали Память второго я у Филиды обнимала всю жизнь Первое же касалось одного только нормального состояния То есть здесь наблюдалось то же, что обыкновенно замечается у гипнотиков Аналогичный случай имел место у Дюфе Причем его пациентка, я, находилась под влиянием подсознательной личности Выражалась относительно своего нормального состояния крайне неуважительно Это отбеты характеризовала она его Иногда сознательные и подсознательные личности находятся в такой тесной взаимной связи И при том без подчинения их друг другу Что положение субъекта достигает высшей степени драматизма Жофе приводит в пример некой В.Д., который потевал способность различать добро от зла по отношению к собственным стремлениям И делил себя на доброго В.Д. и злого В.Д., вследствие чего он пытался убить последнего посредством самоубийства Это не мешает иметь в виду юристам, особенно прокурорам В руках которых иногда бывает всесела судьба подсудимого Если читатель знаком с известным романом графа Льва Николаевича Толстого «Воскресенье» То он в настоящем случае не будет с нами много спорить Лебнис в одном месте своих Оставил субтитров Продолжение следует...